Книга «Открытым оком» Том 1 Тема «Различные вопросы» Вопрос 591 Стоит ли продавать квартиру и уезжать в деревню, чтобы не принимать ИНН? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Ради этого не стоит. Не стоит умирать прежде времени и прятаться от вымышленных опасностей. Номер ИНН – это не знак Антихриста, не число зверя, которого еще нет. Но это уже отзвук того, что грядет, и поэтому следует упереться и испытать себя, на что ты годен. Не принимать этот номер, а если принял, то отказаться от него. Повторяю, номер принять не есть грех, но уже сегодня Бог дает нам шанс начать тренировку духа, на что мы способны. Если решили переехать в деревню для того, чтобы сохранить от развращенности детей, работать на земле, своими руками добывать хлеб насущный – это хорошо. «Если хочешь развратиться, приезжай в город», – говорил Лев Николаевич Толстой. Иоанн Златоуст неоднократно говорил похвальное слово поселянам, то есть сельским жителям, показывая даже более скромные выражения их лиц и осанки. «Сельское хозяйство и сторожение – это занятия, которые вышли из рая». Иисус Исерахова 7.15 «Не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Вышнего». «Земля несет в себе нравственное начало», – поучает Столыпин. «Конкретно ничего лучше Потеряевке предложить не могу. Это оазис среди деревенских пьянок и воровства в соседних селах. Кто не знает про поселок Потеряевку, то могу кратко сказать, что это наше родное поселение, которое коммунисты разорили в 1982 году. Ровно через 20 лет приехал туда мой брат Иоаким с Виталием Устиновым. И установили первые две палатки, и потом получили статус деревни. И вот уже там жизнь, есть и телефон, электричество, 16 домов, обрабатывается 304 гектара земли, есть филиал школы и две учительницы, есть и медпункт, и детский трудовой летний лагерь «Стан». Поселиться там может тот, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Им по их заявлению могут дать разрешение на поселение.